Здравствуйте, коллеги! В этом видео мы рассмотрим сервис Socrative, который позволяет создавать и проводить тесты, викторины для ваших обучающихся. Итак, для начала нам нужно зайти на сайт, в строке браузера вводим Socrative. И первый сайт – Socrative Home. Для того, чтобы нам воспользоваться данным сервисом, нужно в нем зарегистрироваться. Для этого нажимаем кнопочку «Login» и выбираем «Teacher Login». Мы же с вами преподаватели. При регистрации есть два варианта. Вы можете нажать «Create account» и создать аккаунт в рамках сайта Socrative. Либо вы можете воспользоваться вашим Google аккаунтом, как это делаю я, и мне кажется, это намного облегчает процесс регистрации. Для этого есть вот здесь внизу кнопочка «Sign in with Google». Вот так выглядит интерфейс сервиса. У меня аккаунт бесплатный, и у вас он тоже бесплатный. Ограничение бесплатного аккаунта в том, что вы можете проводить всего лишь один тест, и не можете делать их параллельно несколько. Например, если у вас несколько групп, вы можете дать им задание на какой-то промежуток времени, и они будут его выполнять. Но если у вас бесплатная версия, такое задание может быть только одно. Итак, давайте посмотрим на интерфейс. У нас есть главная панель, которая позволяет нам как раз-таки включать и организовывать тесты или викторины, которые мы сделаем. Вторая вкладка «Quizzes». Здесь будут храниться все наши тесты и викторины, которые мы сделаем. И, собственно, через эту вкладочку они и создаются. Вкладка «Rooms». Здесь находится так называемый класс или комната, в которой и будут проходить тесты и викторины, в которые будут заходить ваши студенты. В рамках бесплатного аккаунта у вас может быть только одна комната. Здесь вы можете поменять имя комнаты. Для этого нужно нажать вот на этот карандашик. Можете назвать его своей фамилией или как-нибудь еще. Например, пусть будет «TSU Digital». Желательно сделать название комнаты достаточно простым, так как при помощи вот этого названия ваши студенты смогут подключаться к тем тестам и заданиям, которые вы для них сделаете. Для того, чтобы создать тест, нужно перейти во вкладочку «Quizzes» и нажать оранжевую кнопку «Add Quiz». «Create New». В верхней строке мы вводим название квиза. Например, «Страны и столицы». И дальше снизу у нас есть три кнопочки. Они добавляют вопросы. Есть три типа вопросов, которые вы можете вставить в ваш тест. Это вопрос с множественным выбором, вопрос верно-неверно и вопрос с коротким ответом. Давайте посмотрим все три варианта. Сначала добавим вопрос с множественным выбором. Нажимаем на первую кнопочку, у нас открывается поле для редактирования. Например, первый вопрос у нас будет. «Что за город изображен на фото?» А где же фото? Слева от поля названия есть такая кнопочка. Когда вы на нее щелкаете, у вас появляется возможность загрузить изображение к вашему вопросу. Я хочу добавить фотографию. Вот она добавилась. Итак, далее нужно вписать варианты ответа. После того, как мы указали варианты ответа, нужно отметить верный. Для этого справа вот здесь есть окошечки. Нужно поставить галочку рядом с верным ответом. Давайте добавим еще один вопрос. Например, верно-неверно. Пусть будет столицей Австралии является город Сидней. Я выбираю правильный ответ. Это неверно. И в объяснении могу написать, что столицей является город Канберра. Идем дальше. Вопрос с коротким ответом. Данный вопрос предполагает короткий ответ. То есть здесь студент может написать какую-то свою мысль. И вы можете сделать открытый вопрос. Например, как вы думаете, какой город России самый красивый? И здесь уже студент сможет добавить свой вариант ответа. Также вы можете добавить все-таки правильный вариант. При этом студент будет выбирать не из какого-то варианта ответов, а будет вписывать его в поле для ввода текста, но при этом у него будет шанс либо ответить правильно, либо неправильно. Если вы правильный ответ не добавляете, это просто открытый вопрос без верного варианта ответа. Если хотите добавить, нужно нажать вот здесь на кнопочку Add и вписать сюда правильный ответ. Итак, я думаю, что трех вопросов нам для начала хватит. Когда вы закончили добавлять вопросы, возвращайтесь вверх. И здесь есть вот такая кнопочка Save and Exit. Нажимаем ее. И видим, что здесь на данной странице Quizzes появился наш тест, который мы можем видеть. Итак, после того, как мы создали тест, мы можем его запустить. Для этого мы переходим в первую вкладочку Launch. И у нас есть два варианта, как этот тест запустить. Мы можем запустить его просто как тест. Для этого есть кнопочка Quizz. Либо мы можем сделать соревнование. То есть студенты будут соревноваться между собой, кто быстрее всех и правильнее всех сделает этот тест. Либо индивидуально, либо по командам. Давайте мы, наверное, рассмотрим, как сделать соревнование, так как Quizz сделать немного легче, в принципе, по аналогии. Нажимаем кнопочку Space Race. И здесь у нас открывается список тех самых квизов, которые мы делали. Давайте выберем тот, который делали только что. У меня он называется Странные столицы. Выбираю его, нажимаю Next. И далее у нас идут настройки. Вам предлагается создать команды. Вот здесь есть такая колонка. В первом поле вы указываете количество команд. Например, если вы знаете, что у вас группа 6 человек, можно разделить их на 2 команды по 3 человека. Либо, если у вас там 15 человек, можете разделить их на 5 команд. В общем, в первом поле выбираете количество команд, на которые вам нужно будет разделить студентов. Студенты могут поделиться на команды автоматически программой, либо они могут поделиться сами, как захотят. Если вы хотите, чтобы они делились, автоматически ставим галочку около Auto Assign. Если хотите, чтобы пожелание, то около Student Choice. Оставлю автоматически. Также можно выбрать иконку. Там во время соревнования отображается индикатор шкалы в процентах, насколько студенты, насколько они продвинулись в прохождении теста. И там по такой беговой дорожечке будет двигаться какая-нибудь иконка. Здесь вы можете ее выбрать. Давайте я выберу единорога, например. И нажимаем Start. Как видите, у нас появились вот такие два биткунка. И теперь к нашему соревнованию должны подключиться студенты. Помните, я вам говорила про название вашей комнаты. Именно при помощи этого названия студенты могут подключиться к соревнованию. Если вы хотите вернуться к окну соревнований и посмотреть, как оно протекает, перейдите в последнюю вкладочку Results. Здесь будет отображаться в реальном времени статус соревнования. Теперь давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения студента. Также перейду на сайт Secreative. И я как студент, мне тоже нужно зайти в систему, зарегистрироваться. Нажму на кнопочку Login и выберу Student Login. Но для того, чтобы мне подключиться к комнате, у меня нет необходимости заводить учетную запись на сайте. Я могу воспользоваться просто названием комнаты. Я его здесь вписываю и нажимаю Join. Дальше студенту предлагается ввести свое имя. И вот мы с вами видим, что у меня открылся сам тест. Итак, первый вопрос. Что же здесь? Москва. Ответить. После того, как я ответила на все вопросы, мне предлагают подождать остальных. Вернусь во вкладку Преподавателя. Как вы видите, у меня здесь ситуация поменялась. Один из студентов, он закончил тест и подошел к концу. Когда я увижу, что у меня все студенты, например, прошли тест, я могу нажать на кнопочку Finish. OK. И мой тест закончится, я смогу увидеть результаты. Если вы хотите видеть имена студентов в результатах, можете нажать Show Names. И если вы хотите увидеть их ответы, например, у вас был открытый вопрос, можете нажать Show Answers. И, как вы видите, третий вопрос у меня был открытый, и я тут вижу ответ студента. Если вы создаете квиз, то есть там не будет отображаться процесс прохождения теста, вы можете нажать просто Quiz. Выбираю, нужен мне тест, нажимаю Next. И далее мы должны выбрать, в каком порядке студенты будут отвечать на вопросы. Первый вариант Instant Feedback. Предполагает, что студенты отвечают на вопросы последовательно, менять свой ответ они не могут, и обратную связь о том, ответ был правильный или неправильный, они получают автоматически после каждого вопроса. Второй вариант Open Navigation. Предполагает, что студенты могут отвечать на вопросы в произвольном порядке, могут редактировать свои ответы до того, как нажмут на кнопку «Завершить тестирование». И, соответственно, обратную связь они увидят уже после завершения. И третий вариант TeacherPist означает, что вы, как преподаватель, будете регулировать смену вопроса. Давайте ради интереса выберем второй вариант и нажимаем Start. Возвращаемся к роли студента, снова заходим в нашу комнату, и нам предполагает тест. Как вы видите, теперь я могу переключаться между вопросами, могу отвечать, но при этом я пока не знаю, правильно ли я ответила на этот вопрос или нет. Здесь мне говорят, что это множественный выбор. Выбираю Москва. Здесь тоже выбираю вариант ответа. И здесь пишу свою мысль. Я могу переключаться между вопросами, могу их редактировать. И когда я пойму, что я закончила, нажимаю Finish Quiz и отправляю все свои ответы. Соответственно, в роли преподавателя в последней вкладке Results я вижу результаты. Когда все ваши студенты закончили прохождение теста или закончили викторину, вы нажимаете в последней вкладке кнопочку Finish. Вот, в принципе, и все. Сервис достаточно простой. Рекомендую его использовать. И удачи вам в ваших занятиях, чтобы делать их интересными и интерактивными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok